И всем привет, пацаны, с вами снова я, Кови, и сам Верл, и сегодня мы вам покажем самую мучительную ловушку в Майнкрафте. Всем привет, ребят, думаю, не будем затягивать пару сов о том, что случилось с Феоромиром, ребят, вот, если вы хотите продолжение данного типа видео, просто поставьте лайк, мы прекрасно увидим все это, вот, ваша поддержка, это будет ваш лайк. Мы продолжим достраивать нашу новую красивую лабораторию, если доберется тысяча лайков под этим видео, мы покажем все, как, что тут, как делать лабораторию, там, секретную, не секретную, вы все это прекрасно видите, в общем, не буду затягивать, можем сразу переходить к ловушке, да? Да, и давайте в честь Феоромира и в честь нового канала наберем тысячу лайков, просто, и мы сразу заливаем новую серию. Итак, погнали, мы выйдем из лаборатории, так, мы закроем ее. А, надо показать, кстати, наш вход, он очень отлично спланирован, он реально простой, но очень спланирован, мы зашли, да, закрыли отсюда, и отсюда же можно ее открыть, понимаете, ребят, это все очень просто, даже не нужно всяких сложных механизмов, вот, мы это все решили намного проще. Мы сделали место для нашей мега-ловушки, она будет самая мучительная в Майнкрафте, из этого можно поставить лайк. Итак, что вам нужно для этого сделать? Вы можете найти любое место, мы сделали его из стекла, чтобы вам показать саму ловушку. Для этого вам понадобится кусок обсидиана, точнее, много кусков обсидиана, затем вам понадобится, как называется, паутина, так, берем паутину и табличку, обычная табличка, все. Все эти ресурсы можно добыть, например, обсидиан, сами знаете, просто добыть, это можно делать обсидиановую ферму, а паутину можно добыть киркой на шелковое касание, либо купить в шопе, в магазине, если вы играете на сервере, вот. В общем, пока ковик будет делать эту фигню вниз, вот эту саму дырку, вот, он вам сейчас сейчас покажет, а я буду сверху, так сказать, украшать это все дело, чтобы грифер, или, да, грифер, скорее, не заметит, чтобы он не заметил вашу мучительную ловушку. Да, итак, пацаны, что вам нужно для этого сделать? Вам нужно взять обсидиан и сделать такую вот эту дырочку, и это место вам нужно покупать в самый-самый-самый низ. Я сейчас это место все ускорил, и покажу вам окончательный результат. Итак, пацаны, только что я завершил эту большую обсидиановую башню, и следующий наш шаг, это сделать вот такие вот дырки. Мы ставим такие дырки на протяжении всего обсидиана в самый низ, примерно через каждые 5 или 7 блоков, как вам угодно. Я ставлю около 5-7 блоков. Итак, пацаны, мы сделали такие вот дырочки, такие ячейки, и сейчас в самом низу, вот на этом блоке, вам нужно будет поставить лаву. Это обязательно, чтобы ваш грифер, в конце концов, умер. Ставим здесь лаву. Так, вот у нас блок. Блок лавы сейчас вам поставится. Вот. И теперь мы в эти ячейки ставим таблички с любым текстом. Пишите любой текст, какой вам в голову придет. Я просто поставлю пустые таблички, потому что мы это делаем для вас. Ставлю я пустые таблички, а вы можете писать любой текст для грифера, потом это все он будет читать. Просто можете его буквально в смысле затроллить этими самыми табличками. Так, смотрите, мы поставили везде таблички, и самое основное на нашей ловушке это паутина. Ставим паутины примерно блоков за три от лавы. Просто ставим паутины в самый-самый верх. И ставим паутины, получается, до нашей первой таблички. Вот наша первая табличка, ставим паутины вот примерно вот сюда. Все, то есть до этого блоком. И сейчас нам Санвел покажет сам небольшой механизм, который будет спрятан. Покажи им. Да, сейчас, секундочку, поставлю сюда дверь, чтобы заманить, так сказать, грифера сюда. Ставим, закрываем. Так, сначала расскажу саму ловушку. Ставим обычный поршень, не липкий. Обычный поршень вот сюда, рядом. То есть покажи, как это все выглядит. Сейчас я не могу поделать. Сейчас. Вот, вот так вот. Показывай, вот. И закрываем, так сказать, эту дырочку. Не этим, подожди. Не, давай таким, чтобы она сливалась. Ну давай, давай таким. И ставим обычную ноженную плиту. Прямо вот на этот блок, вот на этот вот. Получается, это кажется, грифер, то что... Отойди сюда, дай покажу сбоку. Давай. Получается, грифер видит обычный вход с ноженой плитой. Но когда он встает на нее, он падает вниз. И начинается самое мучительное. Сам процесс. Он просто падает вниз. Сам процесс мучения, да. Он просто будет падать вниз. И читать ваши сообщения. Да, да, да. В конце концов, он упадет в лаву и... Сдохнет. Когда он спустится самый-самый низ, примерно вот до сюда, он тут упадет в лаву, вот так вот, будет подыхать и читать вашу последнюю табличку. Тем самым вы можете сделать эту ловушку, где-то она около длится около 8 часов или 10 часов. То есть, если попался чувак, он будет в этой лавушке находиться 10 часов. 8-10 часов. И читать ваш текст. А потом он просто возьмет и сдохнет. Эта лавушка реально заслуживает лайка, так что можете поставить лайк за нее. Ну, в общем-то, такая она очень простая. Вам не нужны никакие механизмы. Тут всего лишь нужен один поршень, обсидиан и паутина. Все. Да, ребят, если вы хотите зайти в нашу лабораторию, посмотреть, как мы это все делаем, что мы здесь делаем, IP-сержер будет в описании. Можете зайти, варп будет стоять лаборатория, варп-лаб. Вот. Заходите, смотрите, все здесь, все на ваших глазах. То есть, ни от кого мы это ничего не будем скрывать. Вот, в общем, все. Вот получается сама ловушка сбоку. Вот так она выглядит. Мы сейчас вам покажем вам в стекле. Это все будет находиться в земле. Вот эта вот вся ловушка, она очень простая. И довольно такая удобная и практическая. Практически легкая. Да, она есть легкая. Да, даже не нужно никакого там усилия там с аэстоном и так далее. Все. Мы поставим здесь, недалеко, варп. Вы можете к нам в лабораторию ТП-шиться и смотреть за нашими механизмами и так далее. Все. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем пока. Ждите новых выпусков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.